Трагедия произошла около 9 часов вечера. Как рассказывают очевидцы, водитель грузового автомобиля двигался на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по пешеходному переходу ехал мальчик на велосипеде. Водитель грузовика совершил наезд на велосипедиста и даже не подумал останавливаться. Не снижая скорости, он продолжил движение. Свидетели происшествия отправились в погоню за преступником. На подъезде к Рязани очевидцы остановили грузовик и вызвали сотрудников ГИБДД. Водитель грузовика двигался на запрещающий знак светофора, не снижая скорости транспортного средства и пытался впоследствии после этого ДТП еще и скрыться. Благодаря слаженно проведенным разыскным мероприятиям и активным действиям очевидцев он был задержан. В результате ДТП 10-летний велосипедист скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Я сразу перестроился в правый ряд, съехал на обочину, выбежал из машины. На самом деле я думал, что с ним все нормально, потому что он никуда не отлетел, то есть его немножко зацепило. Но когда я к нему уже подошел, я уже понял, что все намного серьезно, он уже не подавал никаких признаков жизни. Не убывает и количество ДТП с участием мотоциклистов. У супермаркета по дороге в поселок Борки произошло столкновение мотоцикла Рейсер под управлением 14-летнего рязанца и автомобиля Митсубиши Лансер под управлением 29-летнего мужчины. Мотоцикл, на котором ехали несовершеннолетние, принадлежит матери водителя. По предварительной информации, женщина знала, что ее сын управляет, не имея права управления. При этом мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке.